Пассия, а мест нет, и поэтому предлагаю начать, потому что мы, да, сколько можем. Ну и кто придет, мы спустим. На самом деле очень странная ситуация, потому что, ситуация странная, потому что и конкурс необычный, мягко говоря, но и конкурсанты совершенно, определенно необычные люди, и вообще очень радостно, что в современных, таких технологизированных, продвинутых, цифровых и прочих-прочих условиях оказывается, люди читают, оказывается, люди пишут и получают это удовольствие. Я просто член жюри. Идея конкурса не моя. Призовой фонд тем более один. Что я вкладывала, глаза и радость, потому что я читала тексты, не зная авторов. Вот я сегодня познакомилась с двумя финалистами из трех, в большинстве своем не зная авторов. Я просто радовалась, что это уже второй конкурс, второй год, как происходит Агрикосовая корсочка, и что она начинает прорастать, она начинает как-то, ну, пускать корни, наверное, это очень громко сказано, но в этом году косточка крупнее. Если в каких-то цифровых выражениях, то она почти в полтора раза глубже. То есть если так будет идти, и география, и охват авторов, круг авторов шире, и, в общем-то, у нас такой пятый десяток авторов, что, согласитесь, не так мало. Имея в виду, что мы, в принципе, не задействовали никакие информационные ресурсы, так вот, глобально. Там, в самом деле, объявление, имея в виду, что, в общем-то, посылать только-только становящиеся, только-только проходящие какие-то свои этапы становления конкурсов, тексты не очень, может быть, и принято. И что, в общем-то, мы не издательство, мы не какой-то крупный проект, но есть друг, дивный совершенно французский филолог, который написал одну статью, вот, проголовок для меня определяет много, и удовольствие от текста. Вот, все, что здесь происходит, происходит по любви и по удовольствию, надеюсь, что взаимно. Это все, что я хотела сказать. Но здесь есть люди, вожившие в этот конкурс гораздо больше и страсти, и сил, и времени, может быть, и поэтому вот сюда мы все предоставляем слово. И по очереди, сначала, я хочу вообще сказать, вот здесь две косточки, и две Ави Тисян, ассектор ювелирного салона Кара Сильвер, и вот эти две золотые женщины, занимающиеся серебром, сами по собственной инициативе, исходя из собственных креативных возможностей, сделали нам приз. Главный приз, собственно, в двух модификациях, и дальше сама. Пожалуйста. Я хотела бы рассказать о предыстории возникновения этого конкурса. Ну, как это все начиналось? Когда-то где-то два года назад, может быть, покороче, может быть, не так давно у него, да, сават, он в дружеской беседе Леон обратился ко мне. Да, стоит сказать, кто такой Леон, да? Леон – это успешный предприниматель, бизнесмен, который по своей профессии и вообще роду деятельности не имеет отношения к литературе, но он большой любитель литературы, большой энтузиаст вообще своего дела, и самое главное – это человек, который умеет доводить до конца любую, значит, инициативу. И когда, в общем, он обратился ко мне с такой, в общем-то, идеей, и по мере того, как он рассказывал об этом, у меня вот возникала мысль о том, что я знаю место, где сеет это разумное, доброе и вечное. И я знаю человека, который может сделать эту идею массовой, и не только массовой, но также внести в нее какой-то качественный, поднять его на какой-то качественный уровень. Вот. Таким образом все сошлось в одном месте, в нужное время, в нужном пространстве, да? И мы познакомились все и решили, и стартовал первый пилотный, так сказать, вот этот конкурс «Абрикосовые косточки». Я хочу сказать, что, ну, как мы не ожидали, что он так срезонансировал вообще. Мы думали, ну, как вот инициатива, да, может она и срезонансирует, но очень радует то, что у нашей молодежи есть такая потребность самовыражения. Это очень радует. И, в общем, то, что дети любят. И читать, и писать. И есть такая известная, очень избитая, может быть, фраза, армянская, «Асогын га сога пэ». Так вот, ее перефразируем, можно сказать, что «Грюгын карта сога пэ». Ну, карта согын га руп, соответственно. Я вам желаю, дорогие, там, номинанты и победители, участники, всем желаю, чтобы вы нашли своего читателя. Еще пару слов о призе. Значит, он у нас замысливался, да, «Абрикосовая косточка» замыслилась в виде парусника с уже вложенным в него попутным ветром. То есть, вот, если вы приглядитесь, вы увидите этот попутный ветер. Я вам желаю всем-всем-всем вот этого попутного ветра. «Грюгын карта сога пэ». Абрикосовая косточка. Абрикосовая косточка.